Всем доброго здоровья! Сегодня парень с вами уже о танках за боны 8 уровня. Это будет 17 танков, не включая по понятным причинам легкие танки. Это, ну, понятное дело, что играть на них никто не умеет, карт под них нет ни хрена. Вот единственное, что там можно взять, это, возможно, какой-то китайский бульдог только для линии фронта, хотя бы потому, что там подколы быстро летящие, и с них хотя бы можно попадать на дистанцию, а не вот этого джижа 800 метров в секунду. Это понятно. Поэтому 17 танков. У нас будет вот такая с вами табличка, как в Танкопедии. Топ для фарма, топ для, как, типа, просто имбов, не имбов, хорош-нехорош, там, пускай даже на подколах. И лютый трэш, который ни в коем случае не для фарма, ни для просто покатать, ни в коем случае брать, конечно же, не стоит. Значит, поехали. Начнем, пожалуй, со средних танков. И начнем с новинки, которую вы только-только добавили. Это Чифтейн Т95. И еще индивиду мы решили ему сделать стоимость в 10 тысяч бон. Обалдеть! При том, что Т103 восьмерек, 252 в 9 тысяч, а вот эту вот 10 тысяч. Ну, типа шведки, типа ж за ГКшку, поэтому цена в 3 дорого, просто за статус. Хотя, ну, кому этот статус сейчас нужен, непонятно. Значит, что это за массина? Это тех же самых 240 пукающих альфы, там, с перезарядкой 6.2, с пробитием 200 миллиметров. Играем мы перманентно против танков 10 уровня. Эти гиены решили ему сделать 42 максималочку, вот как бы для среднего танка с габаритами Мауса. И на крышу прифигачить еще одну башню, вот такую вот маленькую, маленькую. Ну, очень, видите, маленькую попасть вообще невозможно в нее, особенно в упоре. 51 миллиметр этой крыши нарисовали. То есть, что это? Вот мне вот интересно, есть ли смысл смотреть какую-то там типа броню в башне? Так еще, помимо вот этой фигни, вот еще такой тоже нефиговый участок. Значит, тут 58, ну, тут или кумулями пробивают, вот, или там 155 калибром могут тоже вкладывать. Но, как правило, бьют просто все вот в эту зону и пробивают без проблем. Так, сам лоб башни то бронированный, как для стэшки, добрый вечер. Но у меня вопрос, а зачем? То же самое в корпусе, 100 миллиметров НЛД, 170, 180, 160, как видите, ВЛД. Но, как правило, выше играть от рельефа, УВН и минус 10 тип, ну, как бы это позволяют. Но вам этого делать, поверьте, не захочется. То есть, даже вы поставите турбинку, будете ездить 47, но все равно, что такое 47 при пукании постоянно 240 с пробитием 200, блин, миллиметров. Ну, вы что? Поэтому 10 тысяч, не, ребят, это в утиле, этот танк сразу попадает в рафу лютый трэш. И ни в коем случае брать эту массину не стоит, как и, в принципе, танки с альфой 240 на момент 24-го года. Такие делишки. Дальше, и танки будут ни хрена не лучше. СТРВ-81. Что и этому тантику сделали. Да, вам нарисовали уже максималочку 50, но вы едете все равно 38. Почему? Потому что у этого танка проходимость настолько ужасная, что эта проходимость даже для тяжей не очень. И то для максималки 35. А для максималки 50 и такой уделки, это полный капсдейшн. То есть, этому танку никакая турбина не нужна, она ему ничегошеньки не даст. Хотите, чтобы этот танк хоть как-то поехал? Опять-таки, грунты, все на проходимость. И тогда, хотя бы, вы будете, возможно, если 45, там, и то не сразу, и зары только будете набирать свои 50 км в час. Но, опять-таки, а зачем? Получить снова-таки пукающую пушку с альфой 230, которая по КД летит 190, при КД 6.3. И при этом еще стабилизация от порота башни полувафли. И как бы это все при подколе, да, пускай в 230. Ну, блин, это подкол, сами прекрасно понимаете. То есть, снова пук-пук-пук-пук-пук-пук. Вы о чем? Сегодня, опять-таки, рандом, он построен на том, чтобы ты выставлял свою дилду. И просто 4 раза нажимал на кнопку, и вот тебе 1500 урона, вот тебе 50-60 тысяч серебра уже нафармли. А чтобы дать на вот этом огнище хотя бы 1500, надо умереть. Потому что попробуй напукай, попробуй куда-то доедете. И, конечно же, ты будешь играть против десяток и выгребать всегда на 600, а выдавать в ответ на 180, если позволят. Круто, замечательно. Значит, ВЛД 120 для подкола, 110 для ББшки. НЛД тоже минус 10 миллиметров. Маска 230 миллиметров. Лобашня 250. Крышка вот эта бьется кумулями. И вот ключочек 89. То есть, башня все равно бронирована неплохо, как бы то ни было. Но корпус настолько огромный, что как бы спрятать его попробуй еще спрячь. И вот даже при угле в 10 градусов, вот при таком угле, казалось бы, уже, наклона ВЛД, все равно приведемки даже для подкола, как вы видите, тупо нету. Поэтому к танковании башни, как бы, ну, я думаю, речь идти не должна. Поэтому тут в целом, башня не башня, нам вопрос нужно задать. Мы можем нормально выехать вот так, тупо изи набить полторушку 1800 на этом танке? Конечно же нет. Просто тупо, тупоры лишая трата бон. Конечно же. Едем дальше. М46 паттон корейский. Чуваки, это тут вообще вот то, что в аду на Чифтейне, на СРВ-81. Тут оно все в совокупности. Значит, здесь взяли от СРВ-шечки еще хуже. Максимально неиграбельную проходимость. От патт, от Чифтейна тут взяли практически пробой. 190. Чуваки, 190 миллиметров. Опять-таки играем по КД с десятками. Альфа 240, перезарядка там 6,1. 6 секунд, допустим. Бум-бум-бум-бум. Что это? Зачем и почему? Ну, какой в этом прикол? Опять-таки маска 200 миллиметров. Ну, если возьмем 2012, то, допустим, маска Першинга считалась типа бронированной. Но сейчас, когда на 8 уровне уже стандарт там 250, то о чем мы говорим? В ЛД 120 и на ЛД 140. Сам лоб башни вообще 100 миллиметров, как видите. То есть, даже уже от релефтика поиграть мы не можем. При том, что у нас еще и пробивать мы чем танки собрались? Пробить им 190 и снова-таки попробуй напукай эти полторы тысячи урона на этом высере. При том, что ты едешь как говно. Короче, танк говно. Это танк шестого уровня с натяжечкой 6,5. А мы играем против маусов. Прикольно, замечательно. Хороший танк, конечно же, не брать. Дальше, панцер 58 муц. Ну, смотрите, по сути, у тырок такой же, потому что альфа тоже самое, картон, огромный танк. Но мы хотя бы едем, и у нас хотя бы 212 пробития. То есть, мы там хотя бы восьмерки способны плюс-минус пробивать. Вот, то есть, без таба мы играем более-менее нормально. То есть, в целом, и движение будет стабилизация такая, конечно, посредственная. Вот, но от порота башни она безупречная. То есть, тут можно поставить, например, ту же самую закалку, чтобы хоть как-то перестреливаться в лоб, там, например, условный, условную турбину и досылатель. Будет уже нормальный набор. Вот, как-то так. Потому что турбину тут есть смысл ставить, безупречная проходимость, вы будете ездить на этом танке. Но, опять-таки, это, чуваки, огромный картонный танк, который максимально сложен в освоении. И 99,9% игроков, вот эту четверку, которую я только что вам назвал, вы, конечно же, брать ее не должны. Вы ничего на ней делать не будете. По броне, маска 120, влд 100, нлд 100, лоб башни 100. Вот, ну, о чем мы говорим. И вот, минус 10 ул, это же. То есть, как бы просто салфетка, по сути, на которой, чтобы набить полторы-две тысячи, тоже нужно умереть. Тут элементарный размен только вам поможет набить хоть что-то, потому что эти популькивания знали дистанции. Это все в прошлом, это уже не про эту игру. Это занятие позиционки, выдавливания и так далее. То есть, тут вы думаете, что вам позволят карты там с дистанцией, там бои будут не две минуты. Конечно, да. Такого, конечно же, не будет, поэтому нужно мыслить реальностью. И вот эту четверку вы даже не думаете и не смотрите в их сторону. Дальше, СТГ. Сказать, что в эту сторону есть смысл смотреть, тоже не скажу. Ну, тут будет чутка полегче, ну, хотя бы потому, что уже появляется альфа. Но расплата за нее бешеная. Во-первых, танчик низенький, башня сзади, у вены минус 6, брони нету, кретосборный до усрачки, стабилизация мертвая. Как бы и хорошо, что хотя бы по ротобашне стабилизация хорошая. Все. То есть, едем мы нормально, альфа есть. Ну, по сути, все. Стабилизации нету, хп брони нету, снаряд летит как говно 800 метров в секунду, так еще и по параболе. Значит, 100 миллиметров ВЛД, то же самое, крышка 30 миллиметров, сами понимаете, что это будет. Сам лоб башни, ну, вот якобы 200, вот, ну и все, как бы. Значит, вот в этой фигне огромной 130 миллиметровая, значит, борта тоже 45, то есть, КВ-шка 2 по касательной бум на 1000 с подпалом жри. Все. То есть, лучше, конечно же, чем тот же Паттон корейский, чем СТР-81. Ну, лучше на сколько? Ну, будешь давать, ну, на тычку больше, то есть, там будет у тебя среднего на СТРВ или на Паттоне 1000, но на этом будет 1300. Вау, круто. Поэтому, опять-таки, не рекомендую, тут уже только если готов и так далее. Потому что, если уже раз, вот, ты насобирал 8-9 тысяч бон, если у тебя только раз есть возможность потратить, то, конечно же, ты не это будешь брать. Сейчас нужно еще, в принципе, потом еще нужно будет выстроить цепочку, что вы берете, зачем, если у вас, например, вообще нету ничего, но об этом нужно не забыть в конце видео вам сказать. Паттон, значит, тут, чуваки, я не буду говорить, типа, что нет, прям не бери, не бери, но, опять-таки, не в первую очередь, это тоже для одного процента игроков, потому что танк огромный, картонный, ХП нет, ни хрена, пушка такая. То есть, тут, значит, смотри, если вы играете без допая, без там нормальных перков, просто ставьте все на пушку, стаб, эксперименталка, УМП. Если вы там играете с допая, есть перки, братство, то можно, например, УМП вытащить, и достаточно будет там просто стаба трофейного, эксперименталки на сведение УМП, и там можно еще добавить какую-то условную там закалку, допустим, или там оптику, за все что угодно. То есть, я к тому, что у вас КД между выстрелом 2,5 секунды, и если у вас есть допай, перки на стабилизацию братства, то вам достаточно стаба и эксперименталки. Но, вы представляете, насколько нужно быть якобы дужим и смелым вот этим вот, чтобы на вот этой огромной вот этой вот булочке, чтобы не ваншотиться от БЗ-шек, от КВ-шек в силуэт, что на ней нужно сделать, чтобы набить тоже хотя бы 2000 урона. Это, поверьте, нелегкий процесс. Да, тут хорошее пробитие, вопросов нет. ВБ-хо летит более-менее нормально. Но качество стрельбы, в целом поведение снаряда внутри прицела, ну, вы должны готовиться к тому, что это 2 пробития будет с 4 уже хорошо, 3 это уже прям вообще обалдеть, ну, 4 это очень жесткая редкость. Вот так вот. Поэтому этот танк что-то на уровне типа бачатов. То есть, представьте, Леопадло с барабаном. Ну, типа, кто сможет на таком танке играть изично? Конечно же, это, ребят, не изично. Особенно, если вы попадаете в коридорные карты, вам там тупо надо вкатывать, давать 1200 и каким-то чудом спасти, чтобы еще закадешиться, чтобы еще повторить такой же самый барабан. Но, опять-таки, получаться это будет не всегда. То есть, интересно, возможно, да, легко, нифига, чуваки. То есть, даже какой бы ты игрок ни был, ты прекрасно должен понимать, что сейчас за игра, от каких критериев отталкивается играбельность техники. И тут, да, ты танк пробиваешь, вопросов нет. Но каким трудом это тебе будет эти пробития даваться, это, конечно, уже сами должны прекрасно понимать. Поэтому, например, там в пятую-шестую очередь, да, если захочется какой-то изюминки, да, захочется попотеть, но хотя бы ради чего-то, ну, тогда ладно, окей, ну, опять-таки, прям хрест на этом танке поставить не могу. Но, в целом, если вы только пришли в игру, недавно играете или, в целом, у вас нету ничего подобного в плане геймплея огромного картонного танка, то рекомендовать, конечно же, я не могу. Потом уже, когда готовы, когда уже прощупаете какие-то там роги, леопадлы, бачаты, возможно, тогда вы хотя бы будете примерно понимать, что вас будет ждать. И тогда, да, тогда уже выбор за вами. Ну, а так, конечно же, рекомендацию дать я не могу, что вот бери, все, будет изи фарм, изи геймплей. Ну, и последний из средних танков на сегодня, это Т-34-3. Это единственный танк, который, в принципе, можно вам рекомендовать брать, но, опять-таки, не в первую очередь, потому что геймплеи не особо такие и легкие, на самом деле. Значит, во-первых, нужно решить проблему с критуемостью, потому что эта штука горит в хлебало каждый выстрел через выстрел. Поэтому компоновка трофейная или в слот на живучесть обязаны в ее поставить. Дальше вы ставите стабилизатор, потому что по цифрам не такая уж и плохая стабилизация, но при разбросе 0.4, при том, что вы будете валить 50 км в час и при таком вот сведенице, надо стабилизатор, без него не очень, на самом деле. И досылатель. То есть, в таком случае вы получаете перезарядку, там, условно, 11 секунд, смотря с чем вы играете, с допиком или без. Значит, те же самые кумулятив в DC-50, альфу 390, что как бы для СТ-шки неплохо. Но я бы сказал, что это, ну, такой, знаешь, ускоренный эльпийский тигр. То есть, вам четко отрезали хп, но вам дали лучше подвижность, вам дали лучше стабилизацию. Поэтому легкий фарм со 196 пробитием, пускай даже с такой эльфой, пускай даже там у вас есть возможность а-ля куда-то заехать, вышли по на среднем танке. Я бы опять-таки этим не обольщался, потому что все равно нужно понимать формулу сегодняшней игры. Выставлялся от хлебальника, стоим и пробиваем танки в лоб. Можем ли выставиться от хлебальника? Вен 6,5 градусов. Это, ну, такой себе, увы, на самом деле. Пробитие 196, значит. Качество стрельбы, что ты там прям, Бух сразу выкатился, отстрелялся. Нет, все равно надо что-то по выцелик подсводиться. Значит, лоб башни тоже. Сказать, что он прям люто бронированный уже на сегодняшний нандом, но так и не скажешь. Так, то в целом вот есть квадраты, участки неплохие, но кто знает, то бьют в основном то просто в лючок. Или бьют четко в лоб башни. Само в ЛД 160 миллиметров, ну, по сути, как у ВЗ-120 или там у Т-54Д. То есть тут как бы тоже брони особо не лишнего, и плюс все сюда залетает с критами, поэтому обязательно компоновка трофейной рифслот на живучесть. Поэтому после там какого-то 2-5-2у, там ИС-6, после еще одного танчика, который мы сегодня с вами рассмотрим, или же если вы захотите танчик просто, чтобы он был крутым, и даже, например, при игре на голде, то тогда брать его в четвертую, может быть, очередь, если вам надо пофармить, типа. Или же там в пятую очередь, если вы хотите просто какую-то, такую массинку с изюминкой, якобы средний танк, ну, как бы 390, то есть вот тут как бы, вот да, тоже 390, как и у Гвардейца, но я лучше выберу это, потому что, во-первых, башня, считай, что переднего расположения, плюс это льготный танк, чуваки, понимаете? Это немаловажно. Если ты даже попал там к девяткам, и будет 4 штуки или 5 штук, а когда ты играешь на Гвардейце, у тебя в основном девятки и десятки, девятки и десятки, и плюс пуляка всегда с километра. А тут, ну, более такой, поактивней, что ли, геймплей. Ну, теперь уже начинаются тяжелые танки, значит, что по эстэшкам? Первую четверку, вот это Чифтейн, Стр-81, Паттон, Корейский Панцер, вы, в принципе, даже в их сторону не смотрите. Лорейн чисто уже для интереса, там можно, ну, в седьмую, может, в очередь, шестую очередь, может, в принципе, кто такой геймплей любит, вот этот крысятнический, да, то, может быть, окей, вы возьмете, но для интереса. Но, опять-таки, рекомендовать прям трезво, четко, говорю, вот, бери, не пожалеешь, не могу, поиграйте еще раз, повторяюсь, на батчате, как на рогах, там, на леопадлах, вы примерно вкурите, что это за геймплей, насколько он или сложный для вас, или, в принципе, сложный, как для игры, тогда, окей, можно брать лорку. И Т-34-3, это так, взять чисто, ну, вот, тоже в пятую, шестую очередь, такое чисто разбавочка, интересно, если уже там бонны лишние валяются, но, опять-таки, не топ-1 танк для фарма, и уж точно не топ-1 танк для нагиба, ну, и ни в коем случае, это и в лютые трезы машина это не попадет. Такая, туда, чутка попозже, не особо лютого негатива никакого она не вызывает, просто, ну, вот, интересно, но, в то же время, не особо и легко. Креславский, значит, ну, по факту, это вот из тяжей, знаешь, это вот, ну, типа, паттон корейский в мир от тяжей, по сути. Ну, да, хотя бы тут есть пробитие, но, в целом, ситуация не меняется. Значит, это неповоротливая гробовозка, в принципе, это гроб на колесах, по сути, неповоротливый, у которого нету бронирования в общее, как для восьмерки, и у него нету ДПМа тоже в общее. То есть, по сути, тут играть на этом танке малейшего желания у вас не будет, потому что как-то эту хрень не выкручивай, пробивать ее всегда будут. Особенно, вы же нельготно играете всегда против девяток и десяток. Примейший угол 200-30 мм, прямейший угол 150-180, вот 160-190, но вот уже, когда там будете типовые ромбовы, что-то там, да, то броня тоже не будет, как бы, все равно увеличиваться. То есть, по факту, просто все, что в тебя не летит, по сути, все летит с дамагом. Да, тут отличнейший борт, не такой, как у КВ-4, но все равно отличнейший. 125 мм, им спокойно можно, как бы, танковать, разводить все дела. Но вопрос, ну хорошо, ты разводишь, и что? Тебе или надо быть уже вот так, да, или вставать, типа, прямо, чтобы давать, например, тычку в ответ. Ну, что, тебя никуда не пробьют? Спокойно. Поэтому, как бы, если бы этому танчику дать хотя бы просто пушку от КВ-4, все равно он был бы хуже, чем тот же самый обычный дефолтный КВ-4, просто элементарный броней. Но, в целом, на нем бы играть уже был бы смысл. А так, КД там вы делаете 9.2, при Альфе 320, который тоже по КД летит 280. Вам это будет напоминать какого-то Льва. Так лучше, может, просто Льва, там, за трейд-ин, за какую-то жижу сдать, и взять Льва, там, тоже в десятую очередь. Ну, я к тому, что Лев хотя бы может реально танчить от борта. Он может стоять от башни. У него пробитие еще жестче, стабилизация ничем не хуже. То есть, как бы, ну, он просто такой более прочный, что ли. А это вот, ну, вот такая вот коробочка. То есть, 10 тысяч бон при этом, потому что тоже 10 тысяч лет назад был за ГКшку, поэтому вот такая вот цена огромная. Поэтому, из мира тяжей этот танк рекомендовать, конечно же, вам не могу, потому что в тупую есть получше машины. Ну, допустим, представим, у вас вот есть сейчас, там, в районе 20 тысяч бон, и вы хотите взять два премтанка. Вот моя задача вам помочь, и вот найти эти самые два премтанка, какой бы вы игрок ни были. Дальше. У нас идет объект 250 вул, но я бы его параллельно сравнивал с И6. Почему? Просто, вот смотри, за 252 цена 9 тысяч, за И6 8 тысяч. И6 я никогда, как фармер, рекомендовать не мог, потому что, если ты даешь, как бы, ну, говоришь, что человек убери, да, то он же надеется на что? Что он сядет на этот танцик и спокойненько будет ездить, и там пулькать свои полторы тысячи урона и фармить при этом хоть что-то. На И6 нифига не легко тоже давать эти полторы-две тысячи урона, потому что, ну, ББ-шка 196 миллиметров. Это все прекрасно надо понимать. Но тут лучшее качество стрельбы просто потому, что вы на полсекунды быстрее сводитесь, это немаловажно. И вы льготный танчик, чуваки. И вы даете, да, 390, но при этом ИКДшитесь там 9,3, а не 12 секунд, пускай даже при Альфе, там и то 12,3, при Альфе 440. И при этом не льготный. Поэтому вот И6 говорят, вот бы ему пробить, вот бы ему пробить. Но еще раз повторяюсь, И6 не даст никто 220 пробития, при этом оставив ему льготный уровень боев. Поэтому И6 танк я могу порекомендовать только опять-таки игроку, который готов к этому танку. Или же просто, например, играть на фулл подколах, потому что это по факту тогда будет тот же самый 252у, только с еще, как бы вот, ну, с такой же примерно скоростью снарядов, с намного лучшим сведением. И с КД 9 секунд, и поверьте, при Альфе 390 для тяжа это довольно-таки приятненько. И опять-таки, вы не видите танков 10 уровня по КД, потому что я вот только что сделал стрим по 252у, ну, думаю, ну, раз за боны надо освежить. И что вы думаете? Ну, 7 из 10 с десятками, десятки, десятки, десятки. Так, ладно, десятки, баланс же там бешеный. Там пипец просто херово гора ПТ, там просто, ну, там сношение идет. То есть там даже вот этого пощупать броню не получилось, а просто бьют в маску, потому что там 250 миллиметров. А на И6 у тебя куча шансов попадать. К семеркам, к шестеркам, да даже с фулл-восьмерками. Окей, все равно намного легче, чем постоянно девятки-десятки. Восьмерки это по праздникам на 252у, понимаете? Поэтому как бы И6, если готов, может даже и на ББшках. Но так в целом вот просто, если вот уже брать нефиг, то есть, да, то я лучше, конечно, возьму И6, чем тот же самое кресло, или условный альпийский тигр, или условный КВ-5, или ИС-5. Как-то так. Поэтому у машины все довольно-таки нормально. А вот 252у, это вот вам по сути то, что вы просите. Дайте нам пробитие 225. Вот вам дали пробитие 225. Что, чем вы расплатились? Сведение намного хуже. Вы расплатились еще хуже проходимостью. Но по подвижности они одинаковые, потому что у И6 меньше уделки и лучше чуть-чуть проходимость. А у 252у хуже проходимость, значит, как лучше уделка. Там на 3 лошади на тонну, но за счет проходимости там по сути одно на дно и выходит. Вот. И вот у вас 250 масочка, те же самые лючки по 150 мм, НЛД 220, ну да, которые пробивали, когда играл на нем со 195. Ну, пускай, все равно сырые цифры, вот смотрите. Но будет лететь у того же какого-то... Да даже ИС-6 плюс 25 он будет вас брать и пробивать ББХами. Это больно. Вот, значит, маска бьется восьмерками хорошими, там, федьками всякими и так далее. Лючки 150 всеми бьются, НЛД 220. Вот, в ромбе 230. То есть, если не летит плюс 25, то это все равно хорошее НЛД, как бы то ни было. Вот. Ну, эльфа 440 при кодетом 12,3. Как-то так. Поэтому 252у. Для фарма чисто потому, что 225 дефолтного пробития брать можно. Конечно же, я еще раз повторяюсь, как и сказал в лайф-обзоре 252у, что если у вас на Аке есть Тортилла условная, Туртилл, да, или там Сом какой-то, или там Бизон условный, или там, не знаю, ТС-5, возможно, Кори, да, вам этот танк не нужен, он уже ничем не цепляет, в нем ничего такого нету интересного. Но, при том, что, если вспомнить, что еще буквально 2-3 года назад за ним гонялись просто за реальные бабки, и если учесть, что, например, у человека сейчас на аккаунте нету нихрена, или там какие-то условные, ну, человек не донатит, и он все, что мог там понакупать, это альпийские тигры какие-то там, КВ-5, С-5, то, конечно, этот танк брать, если у него есть боны, потому что сразу он затмит нахрен все эти КВ-5, и альпийские тигры, и так далее, просто потому что ты начнешь пробивать, чуть-чуть лучше танчить, ну, и при этом 440 давать, то есть это вот тот самый танк, который хотя бы, если уже не играть от рельефа, или уже там выезжать, или вываливаться, то уже хотя бы ради альфы какой-то, вот как-то так, поэтому 252у он попадает в топ точно танков именно для фарма, и 6 он попадает в топ танков как таковых, просто как танков, вот, поэтому, я думаю, разницу вы чуть-чуть поняли. Значит, едем дальше, Т-26, С-5, этот танк тоже можно рекомендовать, если у человека нету там лишнего желания донатить в это по понятным причинам, да, то как бы, ну, окей, почему нет, это по сути тот же самый вам суперпершиных, только не льготный. Опять-таки, суперпершиных жалуются на 200 пробития, на тебе 230 пробития, да, это под калибр, но под прямым углом в упоре вам, ну, все равно будете видеть эти 230 пробития, там уже на дистанцию, да, потеря, нормализация, если угла с наклоном, ну, условного ВОХО или условного К4 просто в лобешник толдычить, то этих подколов более чем достаточно, при том, что вы подвижней теперь, чем суперпершиных после апа. А почему? Вам апнули так стабилизацию, что теперь надобности в стабилизаторе просто нету, и вы можете просто взять и упороть все на проходимость и на подвижность, то есть сделать ему турбину, обычную трофейную и в слот на мобильность, загонять грунты и со всеми перками этот танк будет очень неплохо подвижен, он будет подвижней, чем суперпершиных, при том, что у него 230 пробития, перезарядка на там почти целую секунду быстрее, при том, что башня у него будет, ну, как по мне, в принципе, по ощущениям бронирования, чем у суперпершиных, а что у суперпершиных бронирования, это в целом ВЛД, потому что там вот эти экраны, все дела, тут, как видите, 190 НЛД, 190 ВЛД, но это для подкола, для ББ там 185 пускай будет. Вот есть пулемет на низу, в нем тоже 200 мм, поэтому корпус за суперпершиным все-таки именно лоб, а башня будет все же, ну, за Т-26-5, потому что 280 маска, 260 лоб башни, для тех же самых, вот там есть полосочка в 10-16, вот, малюсенькая, но вот так, восьмеркой обычным каким-то там из 3 СМЗ или бизоном взять и пробить этот лоб башня, когда это чудо играет от рельефа, ну, поверьте, это нелегкая процедура, ну, а так, да, десятки, конечно же, бьют, но кого они не бьют, поэтому, если у человека чаще всего нету према, но сейчас в премах очень часто в боевом пропуске насыпается, то есть, если у человека, например, не донатит, и у него проблема с прем аккаунтом, то он берет какой-то Т-26-5 и может там фармить хотя бы кусков по 50-45 без према, если он будет там играть хотя бы уровне 1800, и когда он будет брать за боев пропуск премак, то это время просто потратить на фарм серый и дальше играть, например, без премака, поэтому сейчас Т-26-5 это не худшее решение, понятное дело, что на всяких, на фоне всяких имп это блеклая машина, но за бесплатно, на чистый акк, потому что здесь же 250 кредитов стоит тычка, которая, ну, пробивает хоть что-то, летит более-менее нормально, танк теперь будет ездить, вот, если не просто, например, там, закалка, досыл и все равно грунты, потому что от турбины на этом танке нет никакого смысла, от грунтов больше здесь будет толку, уж поверьте, такие вот дела, поэтому, ну, вот так, значит, для фарма и для, и он, в принципе, может фармить, просто чтобы танк фармил, он обязан настреливать от 2000 урона, сольфо-240, сами прекрасно понимаете, что это делается нелегко, но, когда нет премакаунта, он за счет дешевых снарядов будет фармить, когда будет появляться премакаунт, вы будете, ну, просто фармить чутка больше, да, не особо весело, ну, так уж и быть. ВЗ-111, это танк, это просто вот ИС-6, да, который типа подвижней, но картоненная версия с возможностью стрельбы кумулятивами в 250, то есть, конечно же, это не фармтанк 100%, это не преммашина, и брать я его вообще смысла никакого не вижу, ну, альпийский тигр, образно. Что-то там за 3D стиль, ну, за саму модельку его берется, типа красивый, хотя через 5 боев ты забываешь об этой модельке, потому что тебя, ну, тебя просто вытирает ноги в рандоме, такие вот дела, поэтому, да, он уедет, да, у него есть возможность пробивать технику 8-9 уровня лучше из-за кумулятива, но стрелять на дистанцию, ловить ЛТСТ, вы с этих снарядов тупую не сможете, в упоре вы не живете нифигашеньки, то есть, вы там что-то там повытанковываете, от вала здания, там, не, скорее всего, у вас нихрена на этом танке получаться не будет, вот, и у Вене у вас 5 градусов, у И-6 уже, как вы знаете, 6 градусов, такие вот дела. Поэтому, значит, никуда его не надо записывать, это не фарм, как машина, это даже если на Галде играть, все равно, ну, эти кумулятивы, чуваки, они так летают, ну, просто посмотрите, ну, это капец, 720 метров в секунду, это просто эти плевки, как будто это чужие кислотой плюются, вот это вся их суть, по сути. Никакого лишнего интереса нет, редкий танк сейчас в рандоме, и все. КВ-5, значит, это тоже, чуваки, машина больше такая челлендж, вызов, интересность, там, легенда, не знаю. Не фарм, конечно же, эта техника уже не топ-1 для фарма, эта машина такая, ну, вот, давай-ка я свою вывезу тушку раз в 5 лет на 2000 хп, и пойду кого-то протараню на 500 на 600 какую-то стэшку, потому что эта штука это может делать, на нем просто ставите закалку, турбина, досылатель, стабилизатор тут нафиг не нужен, тогда он будет просто переть вот так прямо, очень довольно-таки неплохо, ну, и, конечно же, никак не поворачивается, абсолютно никакой маневрности этого танка нету, если мы говорим уже, там, о какой-либо динамике, потому что, ну, тут и просто непроходимости лишней, не дефолтных каких-то цифр вращения шасси, короче, ничего такого не жди, просто туша на 2 кхп, которая, по сути, впитывает все, что в нее летит, но, правда, не всегда, я вам больше чем скажу, я уже неоднократно делал на этой штуке LBZX3 и X2 на танкованного, просто из-за тупорылого рандома или же за тупости противничку, особенно пятница вечер, суббота вечер, просто вот так нахрен в открытое поле выезжаешь, у человека сразу паника, что происходит, почему это он бортом катается, ну, да, тем самым бортом, который ты, как бы, вот, ну, попробуй 230-240 пробития, попробивай, такие вот дела, а так, да, если ты против обычного толкового человека играешь, он, например, понимает, что нет смысла вот этот борт выцеливать, он все равно ищет сиськи, которые под прямым углом, вот там ищет какие-то скосы башни, вот там ведра какие-то ищет, но в целом, вот так, на дурняк, знаешь, даже вот, хорошо, с дистанции бью в сиську, снаряд, конечно же, падает в землю, а тут 300 миллиметров, понимаешь, то же самое, бью ему в маску, хоп, попадай в скос этой маски, 260, то же самое, бью в лобашню, попадай в скос башни, вот тебе 300, то есть, чисто вот этими рандомными рикошетами, он много натанковывает, чисто сам по себе, ну, и плюс 2КДХП в дефолте уже с закалкой, это довольно-таки офигенный запас прочности, то есть, тут, знаешь, на нем, знаешь, еще что интересно, потому что он гигантский, то есть, как бы, да, если тебе уже там притерлись бор, то особо, ну, все, труба, но, взять в клинч какой-то там, тот же самый 252 ЛЮЧКИ 1-1 сандалить, ИС-6 взять клинч 1-1 сандалить, там, у нас пушка 107 миллиметров, то есть, мы там до 35-го калибра крышки спокойно тоже наваливаем и в корпусах крышки, и в башне крышки, то есть, да, вот, вот это небольшое пробитие мы компенсируем вот своей высотой, интересностью, и в целом. Ну, конечно, знанием крышек того или иного танчика, поэтому на крышке, особенно башне, я всегда акцентирую внимание, чтобы вы примерно понимали, что вас ожидает. Да, мы тоже льготные, не видим танки 10 уровня ну чуваким так скажу что сейчас уже такие восьмерки лютые особенно пт что там уже те самые десятки по факту 300 пробития 330 навсквозь поэтому как виде легендарь виде как бы но такого интереса тоже я бы взял его может быть даже раньше чем т-343 плане вот интереса знаешь вот но в плане опять таки фарма нет конечно в плане легкого геймплея ну тоже нет но чуваки должны прекрасно понимать время идет и ну блин никого не щадит его дела из 5 из 5 чуваки это в соплину понерфленные 6 просто и еще не льготный и за 10000 бона теперь представьте владелец лицо владельцев из 5 которые купили это чучело за 10000 бон а им всунули вот эту штуку за 9000 бон хороший подумал нас колхоз именно значит что тут беда значит беда то что она тоже подвижная не очень нету вот этой проходимости и уделка не пользуемся 42 попробуй набери пушка значит тут 044 мясо 042 соответственно это уже свои 67 процента по стабилизации мы теряем раз сведение 31 место 2 и 6 а на практике это йохан и бабай просто сколько это там полторы-две секунды минимум зазора плюс крита сборные до ужаса плюс щучий нос долбаный который не танкует абсолютно не хрениться то есть у него там нету лазда не могут начать не можем не просто стоя там на месте что-то там проработать мне не можем потому что первых всегда играм девятки десятки во вторых что даже ну случайно тут танчить особо не чем углы значит что 7 градусов после а по это уже конечно такая уже норма то есть уже неплохо но опять таки ну хорошо 7 градусов это единственное преимущество на фоне 6 вместо 6 градусов подколы 220 ну вот то же самое что я часто говорю представьте если у стрессом за не было бы механизма вот как какие каким он был изначально это был бы просто обычный дробовик сраный просто без табы без ничего просто с кочергой было бы машина она была бы вообще ничем не интересно так вот вам из 5 так и стрессом за хотя бы еще едет а из 5 еще не едет при этом на такие его дела поэтому из 5 это тоже прошлый век 10 тысяч за ни за что из 6 бронирование быстрее сводится намного на секунду чертиком быстрее перезарядка и льготный уровень боев и на 2000 дешевле а если уже мы хотим пробивать более-менее да и хотя бы ну чтобы это было более менее понятно и так еще и с броней посильнее то это конечно же 252 у такие дела крайсер гран-финал конечно же не могу рекомендовать как фар машину но его можно записать в тот самый списочек топ офигенных танков если например о чем не попользоваться подколами не по уходить там легкий ноль или легкий плюс условный значит у танка по сути все прекрасно просто что от 198 пробития понимаешь ну как бы ну куда при том что башня сзади там просто в основном лобовые стычки ну тяжело понятно да и прости да но 260 пробития подкол 1200 скорость это нормальное пробитие для восьмерки дальше стабилизация не очень но один из там 6 сведения при разбросе 032 да он едет хорошо стабилизация такая себе посредственным ты сводишься мгновенно от ворота башни стабилизации безупречно то есть тут без тобой нравится нормально опять-таки нужно решить вопрос криту и мастью потому что если будете катать просто закалка турбина досыл вам капец вы будете свои 200 хп дарить просто противнику именно пожарами поэтому компоновкой закалка настоящая компоновка чуги то есть или компоновка в слот на живучесть или трофейная компоновка т3 сюда не пойдет не поможет вам ничего т3 просто поверьте поэтому или же жертвуем хп и ставим турбинами со закалки или же просто ездим свои 35 километров час всегда потому что уделка у него просто бешеная проходимости для такой максималки более чем достаточно и вот получается что мы просто вперли сразу на вену свои 35 при этом еще маневрируем хорошо и вот все то есть поэтому смотрите или 1550 хп но едем 40 или же 1700 там с 50 хп просто 1700 и но едем 35 при этом что пушка у нас хорошо и броня у нас тут ну явно нет восьмерки чуваки то есть в лд 246 не у всех 5 9 такая из броня в лд в нлд даже 220 то есть если мы реально выезжаем на эту штуку подколами с истрисом за пытаемся стрелять уже вот в таком угле мы ничего шинки не сделаем то есть ну как для восьмерки броня не фиговая так это корпус этот это еще картон а вот башня тут смотри самый картонное место это пасад по сути маска 254 миллиметра потому что сама башня 260 280 ты улетаем в космос лючок тот же самый это долбанный рандом тут типа 240 миллиметров ну да она или с 340 кумулем не пробивается или пробивается бэбэшкой 200 куда-то там но в целом тут брони дофигище если эта штука игра четко от здания и у вас пробитие там условные 300 лучше ему просто кидайте в маску больше шансов пробить чем этот люк во-первых попади во вторых застарет вечно в этих триплексах долбан и видите тут 400 миллиметров тут 220 миллиметров вот тут 300 миллиметров 300 тысячи ну короче то есть маску проще попасть мне кажется даже бы чем этот люк не пробить соответственно тоже проще ну то есть циферки тут ё-моё но опять-таки заднее расположение 6 градусов у вены крышка 38 пробивается 120 калибра значит полки на дусячный тоже четко под заехали наверх или там на камушек заехали попытались там не знаю задрать в лд если у вас там и надо спрятано тоже помните в эти об этих полках сюда будут наваливать или кумулятивами всегда или бы бэхами подколом если вы будете поднимать уже эти полки значит если опять-таки просто что учесть что заднее расположение башни и просто ты компенсируешь или же нивелируешь проблему пробития 198 то по факту ну вот все минусы башня сзади все есть ну поэтому танчик интересные на нем по-прежнему планка бешеная на нем по-прежнему делают на танкованный тоже x2 x3 да не против алды 330 но если ты просто попал нормальный меняем и баланс и когда не все прямо на алде одуревшие а кто пытается фармить меняемо да то тогда он будет танчить он будет танчить это броня вы видите что она действительно очень сильно для восьмерки и она неплохо было бы как для девятки ну типа сойдет но опять-таки на году любая броня сами понимаете идет на 0 вот так вот мхм 4 млс 49 якобы апнутый ну смотрите раньше тут надо было вообще все ставить на пушку чтобы она хоть что-то там сводилась хоть как-то попадала теперь ну стабилизатора трофейного хотя бы с перками там и с брастом надо и уже этого достаточно будет чтобы чувствовать себя более-менее нормально но опять-таки это долбаная корыто с неиграбельной проходимостью из-за этого вы свои 40 не видите в этом-то ели ели поворачиваемся ели куда-то едем просто забейте болт тоже самое дпм никак не поменялся альфа 300 кто знаешь и такой 100 100 миллиметров к французской те знают эту боль они и прочувствовали у вас видение просто вот и сводишься 7 секунд условный до рук в землю если не досвелся хоть на грамм все это куда-то улетит нахрен только не туда куда ты целишься ну что такое альфа 300 альфа 300 это как альфа 230 который летит сюда 180 это всегда летит 230 240 250 зашибись когда их раз кд 82 и при этом 240 пулякать над если пулякать 240 так я лучше это буду делать перезарядкой может быть как бы в 5 секунд вот при этом я буду ездить и у меня будет еще в разы лучше стабилизация то есть если пулякать по 250 по 240 то я выбираю танк который перезаряжается почти на три секунды быстрее раз подвижные 2 и стабилизация лучше 3 поэтому я что да лучше выберут и 265 при том что я плачу 200 копеек а не тысячу за что тут 1000 серебра ну типа что пробитие 232 ну да это хорошо ну и что дальше то есть чуваки я считаю что об ему так чисто то косметика ничего кардинально тут не поменялось кафа никакого не конечно же от этого танка выловить не будете ну легче вот теперь то что ты раньше забивал все слоты под оборудку чтоб хотя бы как-то пушку чувства теперь ну дать и ты теперь может когда просто стандартно закалка став досыл и все ну дальше что ну пока и дальше по 240 до теперь будешь чуть-чуть лучше сводиться все равно чуть-чуть лучше это нехорошо это такое забейте в общем и 103 последний танк на сегодня конечно же брать для фарма но вот теперь уже вот смотри если раньше выбора особо не было ты берешь или 6 и готовишься к 196 пробитие или ты берешь тесту 3 готовишься к якобы картонному корпусу но при этом ты сил силой долбенишь все с кд в 9 секунд а теперь вам дали нечто среднее то есть как бы пробитие меньше дпм хуже но хп больше и брони больше это вот этот вот паренек поэтому смотри значит игрок такой себе середняк я считаю что от вас будет больше сложности когда вы будете на вот этом танчике чтобы вас убить будет конечно же на вот этом танке сложнее чем на т-103 потому что хп меньше и как бы в корпусе сами знаете что там за беда вот ничего нету по сути вот борта да не офигенные то же самое этот прикол что ты бьешь в отъезжающей т-103 сюда снаряд падает землю попадаем дикий борт броня не пробита башня только вот полоска 220 миллиметров так в целом башня бронирована нефиговенько значит маска в целом тоже есть свои изъянчики но в целом тоже нормально как для восьмерки ведро него конечно же попадает в вас и все залетает все понятно то есть тут чисто вывалился бахнул закатился или же ты должен знать перезарядку противника и пользуется дпм потому что с кд 9 секунд давать по 440 ты можешь выходить и размениваться с танками с таким же кадетом с условным львом там не знают т-832 он с той же млешкой она тебе будет пукать по 250 и ты просто в лд будешь саживать по 500 и по 480 вот или же если у танка там прям дикая кд или а там из 3 который будет давать себе также но ты будешь давать 2 по сути взамен еще там две секунды у тебя останется на закатку вот как то так но сам факт что если игрок прямо вообще еще ничего не понимает куда там вы цели и так далее то с этой пушки у вас есть шанс восьмерок бить просто в лд тигра 2 там что там 32 и миллион и милли 1 просто в лоб башни там даже красера можно пробовать пробивать там в лд или в нлд ну то есть она будет проще пробивать 252 вот уже пожить вы будете дольше но и выцелить будет сложнее и пробить сложнее потому что 225 это не 258 и рядом не валялась тем более голда есть ббхов 307 и вот в этой по этим ббх и вы уже пробиваете по сути все на тот свет даже лоб башни и 100 под прямом углом вы уже берете мауса даже в небольшом отвороте вы уже берете ну и про type 4 и вовсе ночью поэтому т-103 это танк до фармить окей то есть вы платите 900 серебра ну понятно за что альфа 440 соотношение когда 9 секунд так еще пробиваешь все чем встречаешься если вы целишь более-менее уменяемо но жить сами понимаете то есть 1380 кп у вас на трофейной закалки это не так уж и много то есть понимать нужно что-то из обычный только вот вам башню вот чутка зашили со лба да и дали вот пушку от из 4 как-то так то есть вот так его нужно воспринимать но и самый легкий фарм не тоже самые легкие вот такой более-менее стандартно в балансе будет это все же не кажется на 252 там баланс между пробитием альфой да в качестве стрельбы такое хп есть броня какая-никакая есть пускай даже на уме 24 года а т-103 это уже чуть-чуть сложно сложнее будет уже как бы по ощущениям в освоении о том что вы будете видеть и чувствовать на поле боя но пробить будет вам легче то есть живешь хуже стреляешь легче 252 стреляешь сложнее но живешь дольше и получше ну и что ж настало время заполнить табличку добавил еще две дополнительные графы значит не в первую очередь этого там в пятую шестую как я говорю но танки еще типа знаешь на что то могут быть похожи просто вопрос самый главный зачем зачем им это надо когда есть вон такое же рядышком и дешевле и проще и лучше ну значит поехали с лютого трэша начнем ну какие-то strv 81 по любому да значит чиф 95 это полный капец значит паттон корейский понятное дело мудс какой-то хрюц то есть ну зачем нам боже от эти салфетки вот эти вот какая робочки с альфой 200 играть против десяток бой кошмар чуваки это вам не надо поверьте не за какие боны значит что там у нас дальше еще есть лютый трэш но ты стг это как по мне тоже жижа которую вряд ли кто будет брать он вам не нужен я бы его конечно записал наверно графу зачем до лоррейн это не первую очередь значит графу зачем пишем стг зачем из 5 зачем когда есть дешевле 252 у сильнее и при этом если еще хотите льготный из 5 условный выберете и 6 и все пускай даже хорошо на подколах это будет точно даже по снарядам как из 5 на только лучше сведения лучше перезарядка лучше бронирование и льготный уровень боев зачем мне 49 ну зачем зачем вам ли 49 ребят научу вазе 111 ну тут если записать графу не в первую очередь это тонером в очередь сотую наверно в за 111 зачем брать в за 111 без за 111 можно знаешь как брать для 3 дина он самый дорогой в плане голды но варгейминг такой вот нюансик иногда добавляет для 3 дина что ля китайские танчики можно поменять только на китайские танчики а на что ты там можешь поменять на в за 114 зашибись хорошая замена начни в первую очередь лорка ребят 40 тонн еще раз повторяюсь это танк просто вот вы должны почувствовать что такое или там про джейта условная десятка да там леопадла геймплей батчата геймплей чтобы понимали насколько больно же или же насколько сложно играть на подобных танчиках в нынешнем рандоме и только после этого вы можете брать лорку чтобы хоть как-то малили ее реализовать точно также т-34-3 танчик интересненький такой знаешь что же ну вот например для меня к в 5 будет поинтереснее чем т-34-3 т-34-3 же это такой у совершил ускоренно стабилизированный вариант танчика в 111 то есть тоже звезд небо я уже на сегодняшний рядом не хватает но играть еще можно опять таки не в первую очередь дальше идем креславский чуваки креславский надо записывать графу ну скорее все зачем ну зачем вам креславский непонятно просто непонятно когда есть например тот же 252 условный зачем сейчас кресло ну все что у нас осталось иначе топ как танки как танки пишем сюда крайслер потому что если мы играем на красе ринал где у нас единственный минус только остается башня сзади 252 потому что ну тут как бы баланс между пушкой и орудием то есть как бы играть можно в и фармить можно и особой голду и взять не надо 225 нормальное пробитие как для восьмерки топ как танки и 6 на голде на голде тоже хороший танчик топ как танки ну я думаю этого достаточно этой тройцы вам более чем за глаза топ для фарма это если юзать только бронебойные снаряды 252 это опять-таки повторяют для игроков которые нужен баланс между броней и не супер пушкой от и 103 это вам супер пушка но если вы готовы к тому что как бы в корпусе полный отсутствие брони сможете ли вы с таким совладать и топ для фарма пишу т26 е5 но без премиум аккаунта ребят я думаю это тоже понятно почему 250 кредитов за пульку по сути вам тот же самый супер першинг нельготный но усилена башня усилена стабилизация усилена подвижность и усилена перезарядка на одну секунду такие вот делишки поэтому вот такая вот табличка вроде все 17 танка мы с вами задействовали значит я думаю теперь вам уже понять не уже некуда о каждом танчики поговорили плюс-минус что-то там поставили между собой вот по эта таблиточка вас должна постоянно направлять вы можете опять-таки заскринить и в графу танкопедия тоже кто там скрин добавьте ее и вот можете как минимум вот этой табличкой в принципе пользоваться значит это не плохие танки это просто нужно услышать когда почему и зачем это то на что вы принципе даже не должны как бы свой взгляд на жить это танки full голда тут как хочешь тут full голда зачем вам из 5 когда если 6 когда из 252 зачем кресло зачем лешка зачем гвардей зачем лешка я тоже самое когда вы стреляете считай как т26 и 5 но подвижность хуже стабилизация хуже к дэна от почти три секунды хуже зачем непонятно и 343 неплохо интересненько к в 5 интересненько тире легенда в за 111 ну типа для трейды на может быть там или еще куда-то но опять-таки играть на нем вы не будете фармить вы тоже на этом танчике скорее все тоже не будете как-то так удачи берите себя всех благ до встречи